Всем привет! Мы с вами продолжаем обозревать линейку парфюмированных дезодорантов. Знаю, что не всем интересно смотреть, но мне прислали их просто какое-то невероятное количество, и я стараюсь успевать их пробовать. Если не успеваю, сама даю кому-то из знакомых, чтобы они пробовали и потом рассказывали мне свои впечатления. Сегодня на обзоре мужской дезодорант. Он называется Pride Night. Вот так вот выглядит флакон. У меня появилась новая информация, о которой я должна вас предупредить. Если женщины, все кто пробовали из моих знакомых, по крайней мере и родственниц, эти дезодоранты оставались в восторге, то вот что отмечают мужчины. Если это активный день, то есть если мужчина идет куда-то на спорт или у него достаточно активная подвижная работа, да, в течение дня он постоянно в движении, практически не садится, то такие дезодоранты скорее не подойдут и полностью свою защитную функцию они не выполнят. Если же у вас там спокойный рабочий день где-нибудь в офисе или просто в течение дня вы никакими особо такими серьезными активностями не занимаетесь, тогда да, он будет хорошо защищать. Все-таки у всех разная интенсивность, да, потоотделения, вот, учитывайте это во внимание. Если вы обильно потеете в течение дня, то скорее потребуется какая-то более серьезная вам защита, но все опять-таки зависит и от нот дезодоранта. Чем тяжелее, мощнее ноты в составе, тем лучше скорее всего он будет препятствовать появлению каких-то неприятных запахов. Вот, девочки, нас это с вами обходит стороной, потому что, как я уже говорила, я хожу с ними и на спорт, и на танцы, и, в принципе, в течение дня, когда куда-то бегаю по делам. Все шикарно, никакого запаха неприятного нету, защитную функцию он выполняет идеально и долго сохраняет свою эту приятную ароматическую вуаль. Вернемся к нашему сегодняшнему продуктов. Здесь в нотах красный перец, мускатный шалфей, почули, сицилийский лимон и цитрусовый. Это очень-очень-очень-очень громкий дезодорант, если честно. Мужчины, обращайте на него внимание только если вы поклонник прям очень ярких, очень заметных и, как я уже говорила, таких объемных ароматов. Мне кажется, что очень сложно будет подобрать к нему какой-то вот парфюм, да, если он не из этой же линейки, будут они перебиваться. Здесь очень громкие, очень сильные и очень яркие ноты. Я преимущественно здесь слышу шалфей, перец и почули и где-то совсем на отголосках угадываются с цитрусовой. Причем я ставила эксперимент и аромат этого дезодоранта, он очень долгое время не тускнеет и я правда думаю, что если будете его комбинировать с каким-то парфюмом, будут они друг друга перебивать, поэтому с осторожностью. И вообще, если честно, по силе, да, по интенсивности звучания и по яркости нот, он вполне себе заменит любой парфюм, особенно летом, да, ни в коем случае не смешивайте, потому что задушитесь сами и всех вокруг себя тоже задушите. Я бы рекомендовала использовать его в соло, потому что запах правда тяжелый и он очень яркий. Он, я бы не сказала, что он свежий. У него очень яркие, очень заметные перечно-специевые акценты. И повторюсь, уже когда он чуть-чуть потухает, где-то на отголосках у нас просыпается лимончик, какую-то вот такую цитрусовенькую свежесть можно уследить, но очень тяжелый, вот, поэтому учитывайте этого внимания. Но перекрывать любые неприятные запахи, он точно будет супер круто. Продолжение следует... Продолжение следует...